Служба, на которую собрались сотни прихожан, прошла в первой половине дня. Его святейшеству сослужили председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Троица Сергиевой Лавры, архиепископ Сергио-Посадский Феогност. Первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского Ставропегиального монастыря, епископ Воскресенский Савва, духовенство Крестовоздвиженского монастыря и насельники Троица Сергиевой Лавры в священном сане. Город Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастия Святая Руха, буди со всеми вами. Крестовоздвиженский иерусалимский фрола Лаврский женский монастырь был учрежден в 1865 году. Он был основан в честь воздвижения Животворящего Креста Господня. За время своего существования он пережил немало сложных моментов. После Октябрьской революции начались массовые гонения. В 1921 году он был закрыт большевиками, парк был уничтожен, а фруктовый сад вырублен. Русской Православной Церкви его вернули только в 1992 году. В октябре 2001 состоялось торжественное освящение в честь всем известной иконы. В настоящее время Святая Обитель постепенно возрождается. Приезд Патриарха стал настоящим праздником для храма. По окончании литургии предстоятеля Русской Церкви приветствовала Игумения Екатерина. В дар Святейшему Владыке настоятельница монастыря преподнесла икону Пресвятой Богородицы. На богослужении также присутствовали директор расположенного на территории обители Российского реабилитационного центра детства Елена Дутикова и исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов. Патриарх по просьбе Олега Владимировича благословил землю Ленинского района. Святейший Владыка Кирилл произнес проповедь, а после в память о посещении обители передал в дар монастырю икону Спаса Нерукотворного и вручил насельницам священное писание. А верующим были розданы иконки Спасителя с патриаршим благословением. Охрану мероприятия обеспечивали сотрудники Видновского управления внутренних дел. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.